Вопросы. Этот вопрос как бы венчает те наши занятия, которые были до этого. Хочу объяснить вот какую вещь. Древние считали, что век человека на Земле цикличен. То есть люди развиваются по определенному циклу. И золотой век они возносили примерно как на время, когда боги присутствовали на Земле. Время золотое. И этот золотой век заканчивался веком серебряным. Потом шел век бронзовый, век железный. И в конце железного века катастрофа уничтожала человечество. И вот такой вот цикл повторялся много раз. Так считали древние, так считали жрецы. Вы, наверное, знаете, что древние жрецы, ну, жречество Халдея, Египта, наши жрецы, арианские жрецы или зороастрийские маги, это люди, которые хранили древние знания из мёртвой цивилизации, которая была до нашей цивилизации. Поэтому они достаточно знали, они больше наших академиков знали в несколько тысяч раз. И главное то, что они владели знаниями. Не просто знали, а они могли им пользоваться. Поэтому очень серьёзные вещи, очень серьёзные вещи, они говорили, что цикл закрывается. Вот железный век кончается, вот и закрывается цикл. И опять начинается время золотое, золотого века. Но всегда кончаются катастрофы. Когда был Салон в Египте, я уже об этом говорил вам, что Салон присутствовал на многих мистериях в Египте, в городе Саизе, в храме богини Нейт. Богиня Нейт отождествлялась с Афиной греческой. Так вот, жрецы ему объяснили, что, как я ещё раз повторяю, помните, я говорил, что вы, эллины, всегда дети, и нет среди вас старца. Потому что вы помните только одну катастрофу, а катастроф было много, и они идут периодически, уничтожая всё человечество полностью. Я хочу сегодня поговорить именно вот об этом. Прошлое занятие у нас какое было? Я пытался вам объяснить, как устроен эгрегор тьмы, разрушение. То есть, та сила, которая ускоряет наши кармические процессы. И чтобы вы поняли, как наша жизненная энергия утекает неизвестно куда. То есть, как? Ну, вы теперь, наверное, понимаете. Это неизвестно куда, это как раз этот эгрегор. И весь этот механизм выброса нашей энергии, и какие силы качает, вы, наверное, уже немножко поняли. Посмотрите ещё раз то, что я сказал. Ну, почитаете Рогожкина, кое-что нужно там из инеологии убрать. Там Рогожкин как? Он написал всё это в рамках христианства, поэтому это надо отбросить. Для этого я много-много вам говорил тогда. Тут то занятие, где нужно внимание обратить, чтобы немножко скорректировать свои знания. Теперь я вот хочу что сказать. Понятно вам, куда уходит. Но вот беда-то в чём? Как только начинается включение полностью всего человечества в эту систему, оттока энергии и напитки непонятно кого нашей жизненной силы. То есть, когда мы превращаемся в батареи элементарные, вот, от фонарика, каждый из нас, когда вот эта система охватывает всю планету, в этот момент наступает катастрофа. Вот что интересно. Это закономерность. Оказывается, оказывается, как считают жрецы, наши жрецы. Кстати, не надо думать, что жречество вымерло. Жрецы остались. Жрецы на Руси остались. Остались потомки жрецов Гелиополя в Египте. Среди коптов они живут и владеют гигантским знанием. И даже в Халдеи остались жрецы. И в Китае. То есть, люди, которые хранители древнего знания, они как считают? Что человечество не должно развиваться по технократическому пути. Любой путь техногенный, как только туда ушло человечество, вот именно в эту сторону, вот влево, резко влево, здесь включаются силы мощной сущности, которую мы называем дьяволом, или называем сатана, или, как древние говорят, сэн. Хотя эти силы, они присутствовали и раньше. Они постепенно как бы переводят человечество, да, вот в эти рамки развития именно техногенной цивилизации. И когда техногенная цивилизация начинает работать в полную силу, что происходит? А сатанизм как раз прекрасно себя чувствует на Земле. Что происходит? Разрушение экосистем, разрушение той базы, на которой живет человек на Земле. Уничтожение всего живого, разрушение биосферы. И чтобы спасти планету от человека, человека уничтожают. Не надо думать, что Земля – это мертвый организм. Земля – живой организм, так же, как любая планета. Кстати, современная физика торсионных полей, Шипова-Акимова, можете почитать, можете Козырева почитать, есть такие работы. Она четко говорит, что любой предмет, любой, вот зеркало там, любой предмет, имеет свое сознание. Любой. Мыслеформа возникает почему? Потому что информационное поле протыкает насквозь любую материальную какую-то частицу. Даже атом и тот имеет мыслеформу. Поэтому наши древние сказки, о чем говорят, что они именно об этом говорят. Девочки разговаривают с печкой, там, печка говорит, съешь пирожок. Правильно, девочки разговаривают с яблони. И люди общаются со зверями напрямую, тем более те общеносители сознания. Так вот, оказывается, что техногенная цивилизация отрывает человека, частицу природы, от самой природы. Условия такие создают, что он против природы начинает бороться. Какая-то сила заставляет его это сделать, и уничтожается природа. А куда уходит вся вот эта вот энергия? Как вы думаете? И человек, и все живое туда же, в ту же самую сущность. Как здорово, когда человека заставляет, что работать, все человечество на эту сущность. И, в конце концов, живые системы Земли, космоса начают понимать, что ушло через то не туда. Его просто нужно что? Уничтожить. Понятно теперь, смотрите, золотой век, да, серебряный век, бронзовый век, век войны, уже дележа какого-то, да, железная техногенная цивилизация, бах, катастрофа, все ушли. Никого не осталось. Вот вам, как молодым людям, очень сложно понять, что же происходит. Потому что у вас такое представление, что все на Земле вечно. Все на Земле вечно. И незыблемо. И никогда говорят о катастрофе, что будет апокалипсис. Говорят, а, ерунда, его ждали и век назад, и два века, и десять веков ждали этот апокалипсис. Правильно ждали, потому что не знали механизмов, как он работает. Ждали просто, так сказать, интуитивно. Ждали ацтеки, что будет гибель пятого солнца. И тысячами сердец засыпали огни в своих храмах. Живых сердец сжигали, якобы солнце кормится живыми сердцами людей. Вырывали сердца и бросали эти сердца у пленных в горящий огонь на алтаре. Они не знали точной даты катастрофы. Они просто оттягивали время гибели пятого солнца. И в один день в Теначтилане было вырвано более ста тысяч сердец. И брошено на алтаре храма сразу. Так описывают испанские хроники, как кормили солнце пятое ацтеки. Интересно, что майя знали, когда будет катастрофа, но делали то же самое. То же самое. У майя там было по-другому. Выбирали самых красивых, самых сильных людей. Эти люди сами шли на алтарь, ложились на камень, который являлся столом. И жиев спаривал ему грудную клетку кремнём, ножом, вынимал тёплое сердце, бросал его в огонь. Человек без сердца вставал, уходил сам. Ложился в ряд мёртвых, на его место вновь приходил. Настолько мощная йога была у майя, что они могли ходить и двигаться некоторое время даже без сердца. И ради чего эти сердца были вырваны. Вы сами понимаете, что все эти жрецы, которые занимались вот этой вот магией, вот этой вот сердечной в Южной Америке, в Мезоамерике, они были тоже привязаны к этому эгрегору. То есть все эти страдания людей, вот эта энергия этих страданий стекала и усиливала вот этот эгрегор. Люди делали, спасали солнце, на самом деле наполняли тёмный эгрегор силой. Так вот, майя знали, когда будет эта катастрофа, они рассчитали всё, и тем более им подсказку дали альмеки. Кто же такие альмеки? Вот я сейчас сказал, альмеки. Знаете, с альмеками вообще проблема большая. Это не индейцы, хотя они жили в Мезоамерике. Сейчас это раскопки провели в ряде городов, и древних городов вот этих, этого народа. И поняли, что альмеки, которые пришли на Юкатан откуда-то с востока, они были людьми двух рас. Одна раса белые, голубоглазые, бородатые люди, а вторая раса чёрные, натуральные негры, высокие, крепкие негры. Головы этих негров найдены. Точная копия этих негров. Головы здоровенные, это 5-6 тонн. Очевидно, правители портреты по всей территории, где жили альмеки, стоят в джунглях. Так вот, эти альмеки создали мощные города, очень сильные крепости создали. Они были первыми носителями высокого знания в Мезоамерике. Они оставили свой календарь и были уничтожены индейцами. Индейцы их вырезали и уничтожили. Но знания их перетекли к мая. Майя знали о катастрофе. Я сейчас хочу вам кое-что сказать, именно об этой катастрофе, которая может унести и нашу цивилизацию. Потому что мы подходим как раз ко времени, когда она вполне может разразиться. Но, но, хочу вам какую вещь сказать. Некоторые считают, что эта катастрофа, это великое бедствие на планете. Великое страшное бедствие. Что погибнут города. Как говорили жрецы Саиса Салону. Города погибнут. Останутся только те, кто живет вне городов. Но люди, которые не будут иметь высокого знания. Погибнут библиотеки. Погибнет все. Инфраструктура погибнет. И отброшено будет человечество на многие, на многие тысячи лет назад. Опять начнется каменный век. Он и есть золотой век. Потому что фактически в то время не будет, в каменном веке, не будет ни правителей особых свирепых, никаких законов идиотских придуманных наши, как наши придумывают там в Кремле, там в Белом доме. То есть люди будут жить свободно среди природы. И прежде всего сохранятся те люди, которые имеют какую-то душу. Зверьки, хищники, они должны просто уйти. Таков закон. Так вот. Что получается здесь? Получается так, что была та катастрофа, та гибель была, которая пришла к нам. Вот недавно она пришла. Всего 12 тысяч лет назад. Которая унесла сразу огромное количество животных. И сокрушила две цивилизации. И оказывается, оказывается, а эта катастрофа имела два, она имела два как бы начала. Первое космическое, а второе антропогенное. То есть сами люди создали на Земле эту катастрофу. Про великую борьбу Атлантиды и про афинян писал, написал Платон. Он это написал. Кстати, Платон первый человек, который раскрыл эту сакральную тайну. Потому что про Атлантиду старались, особенно масонские круги, не упоминать. Потому что они всегда пользовались знаниями именно оттуда. Для своих оккультных отделов. В своих ложах. Поэтому Атлантида такая тема закрытая. Даже когда находили какие-то вещи из Атлантиды и находили следы Атлантов, прямо вот здесь у нас их цивилизация. Явно другой, не цивилизации цивилизации не африканской и не европейской. И даже не азиатской. Старались говорить так. Этого не может быть, потому что просто быть не может. Вот сейчас на эту тему немножко мы поговорим. Значит, смотрите. Гибель древней цивилизации не так давно была. Это примерно 12 тысяч лет назад. С половиной там еще можно прибавить. Значит, по Платону 9 тысяч лет назад. Разразилась эта страшная катастрофа. Теперь, когда мы начинаем рассматривать, а почему это все произошло. Как два начала. Одно начало космическое, а второе начало вот именно техногенное начало. И плюс ко всему сами люди своим менталитетом они еще и спровоцировали. И получается, что все остается на свое место. Главное, надо просто раскинуть мозгами и собрать мозаику из тех фактов, какие у нас есть. Первый факт, первый факт, который, так сказать, всем ясен. Все его знают, этот факт. Это то, что в Атлантиде, как пишет Платон, люди потеряли представление о нравственности. То есть, управленцы, те цари, которые... Там 12 царей в Атлантиде, да, как пишет Платон, что они всего-навсего были ставленники в свое время Посейдона. Прошло время, и божественное начало было у них потеряно. И у них появилось желание захватить всю планету. Поработить все народы Земли, подчинить их своей воле, заставить их упасть на колени перед своим могуществом. Это была, так сказать, у них программа «Максимум». Спрашивается, а зачем? Вот сразу, а зачем? Почему? Почему? И вообще, что произошло со жрецами и царями Атлантиды, когда они, собрав гигантскую армию, например, как описывает Платон, 1200 кораблей и миллионная армия, была брошена на завоевание мира в то время? Непонятно. С другой стороны, когда стали разбираться с космическими принцами, почему именно в этот момент катастрофа произошла и погибла Атлантида, то опять два факта вот этих вот, они как бы складываются. Как раз вот об этом втором факте, это отдельно будем говорить, но я попробую рассказать их оба. Значит, что получается? Первые Атланты двинули свои войска, стали извести завоевания не просто так. Они этим занялись, потому что они знали отлично, что ждет планету, что планета заковыркается, она будет двигаться по лесу, будет невыносимо. И они отлично понимали, что их континент стоит на наглиняных подпорках, он может рухнуть. Сейчас я попробую вам кратко, с точки зрения геологии, объяснить. Ведь континент Атлантиды, он поднялся в результате разлома. Разлома американских двух платформ и африканских платформ и европейских. Когда они находились рядом, эти платформы, то ведь каждая платформа имеет огромный вес. Вот это давление, давление на кору земную, а кора земная, она прогибается потолще вот этих вот пород, из которых сложены платформы. Получилось спучивание. Вот если надавить на мяч, то получается спучивание в центре океана, то же самое спучивание, что допустим на мяч, надавить у меня руками. И поднялся так называемый срединный хребет, который сейчас стоит на дне, правда, Атлантики, но он стоял на поверхности. Это нормально. Силы, силы, чтобы уравновесить, все, они его подняли. Но когда континенты стали расходиться все дальше и дальше, то как раз эта вот часть, да, часть центральная, которая находилась вот на поверхности в центре океана Атлантического, она стала терпеть бедствие. То есть силы, которые держали изнутри, интрузивные, внутренние силы, они стали убывать при разбеге. Можете убрать руки, например, да, и тоже на мяч надавить. Здесь уже не будет выпутности. Это, этот опыт очень простой. И удерживался континент уже за счет, что? За счет геологических процессов. То есть за счет того, что кора земная так сложилась, она кристаллизовалась, и вот эти силы держали этот континент. Но стоит тряхнуть планету хорошо, то эти вот силы, они уже континент не удержат. Платформы постоянной, твердой нет. И он может пойти на дно. И Атланты это хорошо понимали. Но вот в чем вопрос. Почему они бросили войска? Они почему не пытались договориться? Договориться и просто перебраться на другую территорию, оставить свой континент, который может погибнуть. Вот здесь, здесь, наверное, можно только предполагать. Скорее всего, были такие попытки. И, очевидно, им даже предлагали наши предки северные, я имею в виду Ариану, это сделать. Но какая-то сила, наверняка неземная сила, если управлять такими, как Атланты, то надо думать, что это была сила неземная. Это какая-то космическая сила, очень сильная, внедрилась в управление Посейдона со столицы Атлантиды и свернула все в другую сторону. Фактически, либо зомбированная была команда этих жрецов, либо они были заменены просто. Возможно, вот этими тварями. Потому что эти твари присутствуют очень давно. Вот фигура, я уже вам ее говорил. Они присутствуют на Земле очень давно. Но еще, знаете, находят следы ящеров, людей еще в мезозоре. Поэтому есть такая даже теория, что якобы в мезозоре сформировался тип человека, ящеры. Вполне возможно, что это так и есть. Но потом они как бы покинули Землю во время катастрофы, когда вспыхнула звезда сверхновая. А потом вернулись уже через несколько миллионов лет и стали бороться за свою планету, откуда они ушли. Есть такая тоже теория среди уфологов. Некоторые уфологи так говорят. Но мы не будем на эту теорию сейчас внимание обращать. Мы говорим о другом. Что атланты были управляемы каким-то разумом. Очевидно, вот этим вот. И на один мог стоять разум, о котором мы уже говорили, разум мощной сущности. То есть вот эта сущность, так называемая сета, сущность, она давным-давно присутствовала на Земле. Она наращивала свои силы и в Атлантиде как раз нашла себе место. И зомбированные правители Атлантиды решили вот таким образом подчинить себе часть планеты и выселиться с гибнущего континента. Но вопрос, а почему этот континент должен был уйти на дно океана? Откуда они таким знанием владели? А они четко рассчитали. Действительно, когда прогремела эта война, как пишет Платон, за один день, за одну ночь ушла Великая Атлантида на дно океана. И волны накрыли побережье Африки, и волны накрыли и всю Европу. И прорвался Гибралтар, и залило огромные территории между Африкой и Европой. Появилось гигантское море, которое мы называем Средиземным. Там в том месте были только озера. Климат изменился. Вот откуда могли это все знать? Во-первых, что? Надо одну вещь учесть. Что цивилизация на Земле в то время развивалась двумя путями. У нас сейчас, как она развивает, наша цивилизация? Одна дорога, техногенная. В одну сторону нас несет. Мы сейчас развиваемся точно так же, как когда-то развивалась Атлантида. Атлантида развивалась именно технократическим путем. Арианы развивались каким путем? Путем оккультным. Или, будем так говорить, путем духа. Или, будем так говорить, они имели биоцивилизацию. Другую цивилизацию. Арианы имели био, а эти имели цивилизацию именно машин. И вот это противостояние двух цивилизаций, оно как бы равновесие, оно было в то время. Но нарушили равновесие кто? Атланты нарушили это равновесие. И атланты погибли. Но, с другой стороны, сейчас становится понятно, что какая-то сила космическая заставляет человечество все время свернуть, сворачивать от биоцивилизации в сторону техногенной цивилизации. А когда сворачивается в ту сторону, будем говорить, влево, развитие человека на земле, то идет простая раскрутка. Люди начинают заботиться только о материальном, машины заменяют разум человека, духовность становится не нужна, все меняется. То есть белый становится черным, в конце концов, что происходит? Происходит то, что человек превращается в робота, который обслуживает машину, и в конце концов идет прямой путь к вырождению человека. Он просто становится не нужен, потому что он врагом всей планеты становится. Он биосферу начинает просто уничтожать ради своей прихоти, своей цивилизации, которая совершенно никому не нужна. Так вот, в то время, 12 тысяч лет назад, получилось так, что этот агрегор проиграл. Вот этот самый темный агрегор, даже вот этот мощный, сильный, который создал в Атлантиде железный кулак, стальной кулак, и обрушил этот кулак на Африку и Европу, он проиграл. Это об этом хорошо Платон пишет, потому что, как ему объяснили тогда жрецы, он, кстати, сам побывал в Египте не раз, Платон, очевидно, сам слышал разговоры на эту тему, но он ссылается на Солона, описывает Солон эту ужасную войну, и интересно то, что все, что мы знаем об Атлантиде, войны не касается. То есть мы изучаем Атлантиду, читаем диалоги Тимеи и Критии, но мы не обращаем внимания на самое главное, ведь Платон описывал прежде всего войну, вот эту войну, противостояние двух сил, проафинян или Арианы, Арианы древние, и Атлантов. И именно вот это главное было в рассказах жрецов, хотя мы изучаем там, какая была Атлантида, там, как она была устроена, там, кто там управлял, все это есть, но главное вот это, оно забыто, как бы опущено. Нам старается, вот кто описывает Атлантиду, вот древнюю сейчас, да, все эти авторы стараются, как бы, уйти от этого вопроса. А это самый главный вопрос. Наши предки сокрушили эту армию. Они уничтожили экспансию Атлантов, они смогли победить. Хотя мы не знаем, откуда они такие, откуда такие силы. Чтобы миллионную армию уничтожить, это надо быть тоже, иметь миллион, не меньше. И откуда, и как. Ну, вы, наверное, знаете, что про Атлантиду все молчали, особенно масоны, стараясь не распространяться, вот. А про Ариану тем более, потому что Ариана, эта тема вообще закрытая. Она закрытая тема. И вот после гибели вот этой вот цивилизации Атлантиды, Атланты, что, частично смогли высадиться, да, они высадились, они захватили Сахару, они захватили часть Европы, вот. Была создана потом, так сказать, ихняя такая региональная небольшая цивилизация после вот этой катастрофы, но, уйдя на дно континента, выдавил воду. Огромные массы воды поднялись, ну, сами понимаете, попробуйте в стакан камень бросить, что будет. Из стакана вода потечет, так или нет? Вот то и произошло. И Ариане хорошо знали, что ихняя равнинная земля, вот, на севере, то есть вот та часть, которая называлась Гиперборея, она обречена, что эта катастрофа унесет за собой и Ариану. Поэтому наши предки высадились на континент, на юг, перебросили все, что могли, самое главное, спасли знания. Но, но, все равно проиграл темный Гребер. Начала развиваться новая цивилизация уже не по технократическому пути. Она стала развиваться после катастрофы, первые, первые тысячелетия, это был золотой век, это люди развивались именно сами. То есть это был явный путь именно биологической цивилизации, той, какая была когда-то в Ариане. Это надо понимать. И только тогда, когда были созданы жрецы, жрецы, ну, те, кто стал заниматься накопительством денег, власти, я хочу сказать о еврействе мировом. Вот когда эти вот самые были люди созданы, и жрецы ОМОНа стали управлять вот этим вот искусственным народом, была закручена новая цивилизация, так называемая технократическая, техногенная, которая двинулась в ту сторону, в какую шла Атлантида в свое время. Понимаете? Ну, а теперь, давайте вот о чем поговорим. Откуда Атланты узнали, что им конец? И почему они так торопились? Ведь они очень торопились, очень торопились. И они знали, кстати, и Ариане, знали хорошо, что ждет Землю. Они отлично знали тоже. Вот этот вопрос серьезный, потому что он нас всех касается с вами. Он нас всех касается. Я хочу немного на этом восстановиться, чтобы вас не нагружать. Ну, вы поняли, да, что сначала после катастрофы развитие шло какое? Чисто, то есть начался новый, что? Золотой век. Началось развитие новой цивилизации уже какой? Уже биологической, уже не технократической. И технократическая цивилизация была созданием еврейства мирового. Вот тут она была запущена. Банки, расставщики, по всему. Везде они проникают во все народы. Везде летят к власти. Начинается движение к капитализму, так называемому. А капитализм что это? Это техногенная цивилизация. Туда, куда мы сейчас пришли с вами. Это раскрутка Золотого века на максимуме. Ой, этого Железного века на максимуме. А Золотой век все умирает, о нем надо забыть. Так же, как серебряный, так же, как бронзовый. Теперь я хочу вам... Поняли или нет? Все понятно. Откуда это все? Совсем недавно. Это буквально вот. Это вот последние три тысячи лет это все идет. Хотя это давно закончилось. Вот три тысячи лет это все решилось. А мы при капитализме живем сколько? Ну, всего триста лет. И уже Земля подошла к такому положению, что уже жить нельзя. Профессии уже ни воды, ни воздуха, ни земли, уже ничего не остается. Почва погибает. Что дальше неизвестно. Значит, осталось что? Если учесть, что все системы живые и имеют разум, имеют свое сознание, то человек стал что? Врагом. Врагом биосферы. Биосфера страдает явно. Все буквально висит на волоске. Значит, и что? Человек должен в конце концов что? Уйти. Вот так же, как когда-то ушла Атлантида. Повторяется. Но я немножко остановлюсь вот на чем. Интересная деталь. Вот не будем касаться китайцев. Это отдельная тема, очень большая тема с китайцами. Это просто кому интересно. Можно, конечно, с китайцами этим заниматься. Это серьезно тоже. Потому что они участники тоже всех дел наших. Они тоже часть цивилизации. Восточной цивилизации. Я только могу что сказать, что китайцы это дикое племя, которое пришло из Центральной Азии на равнину между Хуанхой и Янзы. И на этой территории жило как раз красное племя. Красные люди, очень развитые, очень высокие. Они хранители древнего знания. Они знали хорошо шелк, эти коконы выращивали, шелкопряды. Они хорошо знали порох, они отлично знали компас и многое, многое, бумагу знали. И вот это все китайцы себе взяли, только не научились пользоваться. Они до сих пор, вот до 19 века даже не знали, что такое порох. Они знали порох, но пользоваться не умели. Они в журжении то быстрее сообразили, что можно пушки строить еще в 12 веке. Ихние противники по гегемонии там в Азии. Так вот, китайцы это вот отсюда взяли свое вот это вот. Их цивилизация пришла именно вот к высокому уровню от красного народа. А красный народ потом ушел через, часть ушла через Аляску в Америку, а другая просто, наверное, сейчас доказывают сами же китайцы, она просто переселилась через Тихий океан на кораблях. Ушла тоже в Америку. Так вот, я хочу что сказать, что эта цивилизация, она недавно возникла, и не будем о ней говорить. Но вот две цивилизации, западная и региональная наша российская, это наследие двух цивилизаций. Наша цивилизация, это наследие русская, наша региональная российская цивилизация, гигантская страна, одна шестая суши, да, это наследие ариан. Это наследие арианской цивилизации. Вот, запад весь, включая и Америку, и Европу, все это наследие именно атлантической цивилизации. Так уж случилось. И не надо отсюда уходить. Все это именно так. Когда эти две силы столкнулись в этой борьбе, в период именно катастрофы, катастрофы, катастрофа добила и ту, и другую добила. Но то, что осталось, потом сложилось в такое противостояние и сейчас. Вы, наверное, знаете, что американцы снова строят против нас, ставят ракеты. Слышали, да? Опять они на нас смотрят. Ну, вроде бы коммунисты были плохие, а сейчас мы не коммунисты. Все равно против нас. Потому что мы другие, у нас другой менталитет, другая психология, все другое. И самое главное, что мы где-то там в генофоне своем, мы все равно исповедуем эту доктрину техногенной цивилизации. У нас все равно, мы живем не по законам, как говорят, по понятиям. Русский опасен. Он просто опасен. Он даже тем опасен, что понятие мира где-то в нем есть еще. Не все наши русские с ума с ума посходили. Многие люди сохраняют свой разум. То есть мы опасны даже тем, что мы очень много внутри себя знаем о том, что мы потеряли когда-то. Это может все подняться. Это может выйти внаружу. И нами управлять через деньги, через деньги сложно. Я, по-моему, говорил, как читал я у этого Шифаревича, как там на Украине пытались в 19 веке одного еврея-отступника сварить живьем. Да? Говорил вам, да? То, знаете. Вот получилось как? Покупать стали чиновников. А чиновники говорят, а мы не будем деньги брать. Всех этих, кто пытался сделать, и Равина в том числе, всех наказали очень жестоко за это дело. И оказывается, что страшно с нами иметь дело. Мы же не продажные в целом-то. Среди нас много подонков. А они там продажные. Там другая. Там другой менталитет. Поэтому эти два менталитета, они и сейчас сталкиваются. Они и сейчас противостояние Запада и Востока. И мы представляем Восток именно настоящий. Китайцы, о них не стоит говорить, это другая цивилизация. Хотя они ближе к нам. Вот. С одной стороны ближе к нам, а с другой стороны ближе к ним. Там очень серьезно с ними. Но вот с нами вот так. Так вот, ребята. Снова возвращаемся мы к чему. Значит, поняли, да? Две цивилизации. И сейчас. Так было когда-то. Единственное, что у них небольшая победа получилась. Русские не смогли сохранить ведическую цивилизацию до конца. То есть до сих пор. Им подвезло. Они смогли нам навязать христианство. Они ввели нас в свое, так сказать, эгрегор через христианство. И заставили нас думать и действовать, как они сами. Ну вот вопрос. Как-то интересно устроена Россия. Она всегда принимает инъекции. Самые-самые убийственные. Такое может быть. Ну, первый раз христианство, помните, 988 год. Ну, было-было. Ну, и чем это кончилось? Тем кончилось, что возникло христианство, форма христианская, внутреннее содержание ведическое. Церковь Сергия Радонежского. Пожалуйста. Это проект Святой Руси. То есть яд стал, что, нейтрализовался этот яд. Вот и потом при Петре Первом еще раз, при Никоне еще раз нам внедрили христианство. Опять то же самое. Постепенно Попов стали потом уже казаки за ноги вешать. Вы, наверное, это знаете. В основании Пугачева. Третий раз. При Петре Первом опять нам инъекцию с Запада. Очень мощную инъекцию. Ну и чем это все кончилось? Петр Первый, что, разделил народ на две части. Одна элитарная и рабы кругом. Но эти рабы потом эту элитарную в 17-м году, что, кончили. Сделали же. Очистили страну. Видите как. И сейчас опять, опять нам инъекция. Опять инъекция. Через средства массовой информации. Промывка мозгов. Опять навязывание своих ценностей. Изо всей силы это идет. А что делать с нами? У нас ведь генофон другой. Нам надо что? Ну, они же понимают, что русского лучше убить, чем с ним заниматься. Поэтому все условия такие создают, что они просто очистили свою землю. Просто вымерли. Понимаете? Для них и так удобнее. Перебрать нашу территорию. Сосать отсюда ресурсы. В общем, те же самые мозги управляют Западом, что управляли Атлантидой. Тем нам нужна была вся Земля. И все ресурсы. Теперь этим тоже нам нужна вся Земля и все ресурсы. Опять мы стоим на пути. Видите, ничего не меняется. Круг замкнулся через 12 тысяч лет. И опять мы стоим на пороге новой катастрофы. Вот новой, причем кастнической катастрофы. И опять противостояние. Видите, интересно, сложилось. Ну, а теперь о катастрофе немного. Чтобы вы знали. Только знаете, что я не хочу вас пугать. Я с некоторыми людьми говорил. Они говорят, о, ты пугаешь. У нас уже поджидки затряслились. Что делать-то будет? Да не пугаться не надо. Потому что, знаете, какая вещь. Вот такая катастрофа, которая случилась 9 тысяч лет до нашей эры. Она фактически сокрушила две цивилизации. И Атлантов, и Ариан. И та, и другая погибла. Но что-то осталось. И опять началось сначала. И была что? Возможность эту цивилизацию, именно биоцивилизацию, удержать на плаву. И она могла бы жить. Если бы мы, что, немножко были бы поумнее. Я вам только немножечко хочу отвлечься. Вот сейчас сказать, что когда вот был исход еврейства с Египта, то это была целая трагедия в Передней Азии и в самом Египте. И есть предание, что Менхотеп 4-й, Эхнатон, 10-тысячную армию египтян двинул на Русь. Он специально послал эту армию. Кстати, Ванга даже отследила, где эта армия шла. У нее даже есть записи. 10 тысяч египтян, пехоты, прошли через всю Азию. Пришли на реку Дон. И Дон был назван Танаисом в честь египетского города. И там они поведали о случившемся, то, что произошло в Египте, нашим волхвам, нашим князьям, тем, кто управлял нашей русской огромной гигантской в то время империей. Про империю вы тоже пока не знаете. На самом деле была огромная, мощная арийская империя. От Тихого океана до Дуная. И вот эти люди так и расстались на территории Танаиса. И отсюда пошли египетские слова. Очень много египетских слов в нашем языке, даже фамилии египетские сохранились на Руси. Так что вот видите, какое было серьезное потрясение возникновения слуг сатаны. Возникновение религии иудаизма. Понимаете как? И закрутка так называемой техногенной. Понятно было, куда это все пойдет. И зачем это все было сделано. Все просто. Все легко понималось тогда. Сейчас трудно, потому что вот эти вот вещи, они просто слой на слой столько лжи, что в этой лжи все утонуло. На самом деле вот так. А теперь возвращаемся мы к тому, что я хотел вам сказать. Вот есть несколько ученых на Западе. У нас как-то понимают, наши ученые как-то не занимаются древними цивилизациями. Но западники всерьез занимаются. Потому что там они понимают, что так как мы живем, так нельзя жить. Что вот эта агония нашей цивилизации, она долго не может продолжаться. И они все время сталкиваются с древним знанием, огромным, мощным, невероятным знанием. И естественно им хотелось понять, а что же это, вот хоть что-то донесли до нас, вот эти вот древние. И они же пытались как-то нам что-то, кроме Платона ведь, что-то еще же пытались они объяснить. И вот этот Хэнкок, такой исследователь, академик, американец, он занимался очень долго работами, работал с археологами, с антропологами, работал в Мексике, в Мезоамерике работал. Он исследовал города инков. Ему было непонятно, некоторые вещи были непонятны ему просто. Он хотел понять, каким образом огромные гигантские камни передвигались по воздуху, они летели, вкладывались в ниши, каким-то чудом обелиски рубились в Египте за 700-600 километров и доставлялись до места, а обелиски некоторые по весу, вес именно до 1000 тонн, и становились вертикально. Это вообще непонятно. То есть было ясно, что какая-то цивилизация очень серьезная была до нашей, которая превосходила нашу цивилизацию, понимаете. Но он искал что? Он искал ответ, когда же катастрофа. Он понимал, что катастрофа, вспоминал слова этого салона, что она может быть. И он первый, так сказать, догадался. Он догадался, но он не мог до конца понять ее, вот этот самый смысл этой катастрофы. Он догадался что? Что когда Земля, вне Солнца нашей, движется против часовой стрелки по знаком Зодиака, что эта катастрофа может произойти именно космического порядка. Во время перехода из знака в знак, что из знака в знак, она... Вот каждый знак, каждый знак Зодиака, это комплекс звезд. И ему долгое время промывали мозги, что, дескать, это вот просто проекция звезд. Они не могут действовать на наше Солнце никак. Чего ты цепляйся за эти знаки? Но как раз помог ему во некоторых вещах разобраться работа этот самый наш ученый, наш крупный этот самый академик, которого заплевали, заклевали, которого вообще послали не ясно куда, это Козырев. Козырев когда-то разобрал, занимаясь астрологией и астрономией одновременно, он понял, что эти звезды связаны между собой, и что каждый знак не просто проекция звезд, да, как нам кажется, вот эти звезды стоят, а они еще связаны между собой, и что они взаимодействуют. А раз они взаимодействуют, у них что, общее гравитационное поле. И когда в это гравитационное поле вкатывается наше Солнце, то это гравитационное поле действует на Солнце и на все, на все, что? На все планеты, которые вокруг Солнца вращаются. Хэнкок это понял. Понял, потому что астрономы и космофизики подсказали правильный ответ. Вот. Приборы стали уловить гравитационные поля каждого знака Зодиака. Знаки Зодиака имеют общие гравитационные поля. И он в своей книге «Следы богов» он написал, что может переход вот такой быть, и где-то вот что-то нарушение какое-то время перехода, вот наше Солнце начинает, ну, что какой-то процесс с Солнцем идет, именно со светилом. Солнце неустойчивое. А раз оно неустойчивое, мощные протуберанцы могут быть, да, очень мощные, которые могут достигать чуть ли не атмосферы Земли, а может и дальше уходить. Вот. Само Солнце может как-то влиять. Он просто догадку дал правильную. Но Солнцем он не занимался. Хотя подсказка-то была, и вы уже знаете. Первое Солнце было погибло, второе Солнце было погибло, третье Солнце, и мы уже в период пятого Солнца живем. То есть каждая катастрофа что делает? Закрывает Солнце. И понятно, если Земля заколебалась, начинаются процессы, мощные вулканические процессы. Клапана, вулкан это клапана, которые выбрасывают огромное количество магмы на поверхность, давление внутри Земли меняется. Меняется что? Полюса? А Земля-то какая? Она же у нас четвертообразная. Начинает что? Она же жидкая, сверху кора только твердая. Начинает меняться под действием силы вращения в собственной оси, да? А раз она меняется, выдавливание что идет? Из клапанов. Чего? Что выдавливается? Попробуйте такой эксперимент сделать, да? Мячик наполните водой, сожмите его, и дырки сделайте. Что, вода потечет или нет? Потечет. То же самое здесь. И вулканы, сотни вулканов работают одновременно. Пепел закрывает Солнце. Холод, страшный холод, все превращается в лед. В то же время где-то что-то горит, потому что лава течет, огонь страшенный. И там, где лава, там все плавит, там все погибает от огня и от холода. Но ведь еще говорили как потоп, в Библии потоп, ну понятно с потопом, да? Понятно, что если континент утонул, то воды, огромные воды, значит, выдавленные континентом, начинают заливать все. А если еще и холод добавить, что получается? Часть рек не может сбросить свои воды в промерзший океан. Куда им течь, рекам-то? Они же прут в разные стороны. То есть эти реки поднимают общий уровень воды на земле. На самом деле все так и происходит. Видите, потоп-то он как бы сопутствует вот этим вот тектоническим процессам. Все это складывается в одну мозаику. Так вот, а почему полюса-то пляшут? Вот вопрос, вот тут интересно, почему Хэнкок так и не догадался. Он понял, что в период перехода из одного знака зодиака в другой, происходят какие-то события на земле, очень серьезные. Но, как говорили египтяне, проходит определенное количество времени, да? Цикл, когда завершается цикл техногенной цивилизации, то есть железный век, что заканчивается, вот заканчивается железный век в этот момент, что наступает катастрофа, люди отброшенные опять до нуля, до каменного века. Начинайте, милые, опять новую цивилизацию, но не лезьте туда, куда вам не надо, да? Давайте. Вот. А все это погибает на земле. Он не догадался. Катрелл догадался. Этот ученый стал заниматься только майя. Он стал заниматься цивилизацией майя, и самое главное, что он увидел зашифрованные в строениях майя знаки движения нашего светила через знаки зодиака. То есть он увидел один раз пирамиду. Он подошел, посчитал, сколько же ступеней в пирамиде. Он просто стал понимать, что в своих пирамидах, в своих строениях зашифровали майя. Он посчитал, что в Поленке 72 ступени пирамиды. 72 ступени. Ну, думает, ладно, в Поленке. Он посчитал в Банампаке то же самое, такая же пирамида, 72 ступени. Но когда расчет-то, он 72, цифра 70, что это означает? Оказывается, за 72 года Земля проходит на 1 градус по знаку зодиака. Он посчитал количество ступеней в Чечен-Ице, 72 ступени. А оказывается, знаки эти самые, вот, зодиака, как Земля по ним, вернее, Солнце наше идет, все в этих пирамидах зашифровано. Там много надо рассказывать, там и двери, он стал заниматься дверями, и количеством колонн, оказывается, сплошные знания. Но эти знания, когда уже наша цивилизация дошла до этого уровня, эти знания были уже известны, и когда он зацепился за это, он стал раскручивать дальше. И когда, значит, он опустился на дно, ну, на дно одного, значит, захоронения в пирамиде, это в Поленке, это храм, храм надписи, то ему было нетрудно разгадать, разгадать саркофаг. Саркофаг сделан был, закрывал гробницу этого самого правителя Поленки, да, вот. Вот. И на этом саркофаге вот именно языком символов были даны знания, когда же и почему погибнет Пятое Солнце. По какой причине? Главная причина, ему была нужна причина. И он разобрал все это. Когда он разобрал, у него мороз по коже. Там все полностью описано, как, что. Он понял одну вещь, что нужно идти к космофизикам и узнать, сколько же полюсов на Солнце. Ему в голову не приходило, что на Солнце может быть шесть полюсов. Слишком много. Но оказалось, что на Солнце современные приборы улавливают шесть полюсов. Точно майя знали, сколько полюсов. И оказывается, что Солнце меняет полюса, меняет через... за 18 тысяч лет пять раз меняется полюсность на Солнце. Когда на Солнце пляшет вот эта инверсия полюсов идет, меняются полюса, то невольно гравитационные поля, магнитные поля, магнитные поля действуют на гравитационные поля. И на магнитные поля планеты. И некоторые планеты даже начинают... от этой инверсии их начинают колебать. Вот этот Меркурий, он либо убегает от Солнца, либо, наоборот, приближается. Он начает ковыркаться. А Венера аж перевернула. Она перевернулась и освещала своими шапками, ледяными освещала Землю. Есть описание, что Венера светила как фонарем, как прожектором по ночам. И когда посчитал он, а когда же это было? А майя точно там цифру сказали. Это было 3011 лет до Нашеры. Получилась точная цифра, когда была инверсия на Солнце. Выходит планета, перевернулась в Венеру. И она стала еще вращаться против... Не как наши все, а в другую сторону стала вращаться, вокруг своей оси. Так вот, интересная деталь, что... На Земле, на Земле, в эти периоды наступает, так сказать, изменение климата. Климат меняется, пляска температур, изменяется состав воздуха, появляется пустыня, пустыня появляется. Сто кислорода больше, то раз его остается меньше. Пожары возникают. Иногда, иногда действуют очень сильные вулканы. Но катастрофы-то ведь нет, глобальной-то нет, чтобы всю планету так это вычистило, что ни одного живого существа, кроме людей. Животные-то остаются, людей нет. Вот какая тут ситуация. И вот он стал думать, а почему? Понятно, что малоледниковый период, в мире климата, вот все это так. Но как насчет ледникового периода, вот еще надо одну вещь сказать, не было как таковых ледниковых периодов. Я немножко отвлекусь, да, можно несколько минут? Ведь это придумали опять, масоны придумали, придумали, наша наука эти не созданы, придумала, что и был ледниковый период. Не было. Были температуры очень низкие, очень низкие. очень низкие, до минус 80-100 градусов. Но льда-то не было. А этот лед был придуман для того, чтобы объяснить уровень океана на 100 метров. Он подпрыгнул, понимаешь, резко, раз на 100 метров, на 120, и все залил. Понятно, что нужно было как-то скрыть гибель материка. Атлантида ушла на дно, как-то нужно было придумать какую-то теорию, дабы не вспомнить про этот материк. Потому что все это оттуда говорит. Дьявол страшен тогда, когда он ничего не знает, да? Так вот и здесь так. Я не говорю про такие ледниковые периоды. Вы не думаете, что там лед сплошной. Просто очень резкое похолодание. Изменение климата. Холодное лето, вот, очень холодное лето, и снежная зима. Вот такие вещи возникали. Были. Не таят снега в горах. Это тоже было. Например, были снежные вершины в горах, например, на Скандинавии. Но это же не ледниковый период. Но все равно, все равно лед был в горах. Это понятно. Так вот, в эти периоды, когда инверсия на Солнце, такое и происходило. Но катастрофы все-таки глобальной нет. Он стал искать, а почему эта катастрофа? Как это может быть? Он вспомнил работу Чижевского, да? Работу Чижевского вспомнил. Вот. У Чижевского, вы, наверное, помните, знаете, что он занимался циклами, именно солнечными циклами. Чижевский. Он понимал, что Солнце это главное. И подсказка. Все культы древние, все они солнечные. В том числе и русский культ древний, тоже солнечный. И жрецы Гелиополя когда-то пытались ввести солнечный культ при Минхотепе IV, 1500 лет до нашей эры. Вот. Они тоже пытались ввести именно солнечный культ. Я имею в виду Ахнатона Минхотепа, его реформу религиозную. Так вот, получается так, что он догадался. Он просто догадался, в чем дело. Оказывается, когда из знака Зодиака, в другой знак Зодиака идет наше Солнце, вот, и оно неустойчивое, ну, в этот момент неустойчивое, если инверсия на Солнце возникает в этот момент, момент перехода из знака в знак, так, когда по знаку идет, да, наше Солнце, Солнце устойчивое. Даже эта инверсия, она не действует на планеты, но действует, но не с такой силы. Но когда это вот происходит между знаками Зодиака, вот тут-то, вот тут, начинает ковыркаться планета. Да не одна наша планета, тут и на Марс тоже давление страшное, и на Юпитер. Здесь очень серьезно. На Солнце, если идет инверсия, то на Земле возникает ответ на инверсии. Меняются полюса на Земле. В момент изменения полюсов наступают очень низкие температуры, резко очень низкие температуры, до минус 100 градусов. Это хорошо описал покойничек Локтюшин, наш томский ученый, который странным образом был, ну, просто был убит. Он через три дня, после того, как эту книгу опубликовал, буквально через три дня заболел, если у него сердце плохо стало, он не умер. Но это уже другая причина. Можно догадываться, как будто он помешал со своей работой. Но эту работу он мне когда-то отдал. Но не знал Локтюшин о Солнце. Он рассчитал, что на Земле происходит вся эта беда вот из-за того, что инверсия полюсов идет на Земле. Земля входит в резонанс с Солнцем. Вот причина-то какая. Если это происходит, то низкие температуры, очень низкие температуры, раз, во-вторых, разбегается, она ковыркаться, начать двигаться, полюса пошли. Что происходит? Выброс что? Огромное количество магмы, закрывается Солнце, да, закрывается Солнце, и начинается движение континентов. Все острова, все континенты, которые стоят слабо, они просто уходят. Уходят на дно океана. И Локтюшин, Локтюшин, он интересную открыл закономерность, что там, где большие магнитные аномалии на Земле, ну, лежат там, допустим, залежи какой-то руды. Ну, имеется в виду железного колчедана, да? То в этом месте и температура не такая низкая, вот, и в этом месте воздух сохраняется. Дело-то в том, что когда стали разбираться с гибелью мамонтовой фауны, ведь что только они говорили, что люди там этих мамонтов перебили, там этих носорогов перебили. Ведь миллионы мертвых носорогов, миллионы мертвых мамонтов, Нагина, миллионы быков, овцебыков, целые слои из костей, трупы, которые даже не разложились, после их находят, на Аляске находят, очень много. На Аляске вообще мамонт исчез, полностью исчез, овцебык как-то сохранился чудом. У нас здесь находят слои. Я сам, когда был на Колыме, поражался, вот, это четвертичное отложение, вот, совсем, буквально вот так вот, воды, а потом вот кости. Местами вымывают в река, просто глыбы костей. Вон там у меня мамонтовень валяется, оттуда взят. Просто в река вымывают эти кости, кости вываливаются, падают груды костей. Кладбище животных. Как они могли образоваться? Либо они потравились газами резко, либо очень низкая температура, а может быть и газы температуры, плюс исчезновение кислорода. В этот момент низкая такая температура может быть, что кислород просто-напросто выпадает чуть ли не в осадок. То есть, эта температура может зашкаливать до минус 200 градусов. Вы представляете, если мамонта заморозить, это вот, я так скажу, пример, вот как охотник, стреляешь в лося, да в мороз, 40 градусов. Если ты его не разобрал, вот этот мороз, на завтра придешь, вот он вечером, ты видишь, упал лось, ты некогда разбирать, с ним заниматься до избушки. Ушел вы на избушку, приходишь на завтра, лося есть уже, все, он уже конченый. Он заодно лось протухнет. На морозе минус 40 градусов, даже минус 50, бесполезно. Вот, он протухнет. Какую же это температуру, представляете, чтобы мамонта 5 тонн веса, живой вес, столько тепла, за секунды какие-то превратить в кусок льда. Что у него во рту, у мамонта во рту, да, сохраняются лютики, сохраняются эти самые колокольчики, которые он питался. В желудке сохраняется все, что он съел. Все это сохранилось. Ведь мамонтов-то находят вот на островах новосибирских, на северной земле находят их, да. Находят этих зверей в восточной Сибири, в вечной мерзлоте. Ими даже собак кормят. Находят такую тушу, режут ее бензопилами и собакам скармливают. Ведь представляете, какую температуру надо. И мамонт сразу погиб. Он сразу раз, даже вот жевал, сразу раз погиб. Это не только температура, это еще потеря воздуха. Они умерли от удушья. То есть, то, что написал Лактюшин, это можно отнестись к этому серьезно. Инверсия на земле, низкие температуры, период перехода из полюса в полюс на 3 часа. Нет, он посчитал, что 3 часа примерно такая будет беда. Потом будет температура повышаться. И еще интересная деталь. Вот какая. Ведь вы, наверное, слышали про героя, самого древнего арийского героя, им моего звать, который спас арийские народы от вымирания, период катастрофы. Есть разные на эту тему публикации. Вот есть у нас эти публикации, как они говорят, вот рассказывают. Ну вот, им он принял от Сварага, так сказать, сведения, что будет катастрофа. И он сделал вару. И никто не объясняет, а что такое вара. И придумали же кто-то, может быть специально, может по глупости, а может быть это масонская была уловка. Не сказать, вот взяли стену, построили здоровенную стену вокруг, да. Вот тут кочеве ариев, огромная стена, и вода подошла, вода подошла, и через стену она не просочилась. А там все живое осталось. Надо же, как все здорово. И вот только у американцев, у этих самых писателей, у Бьювола хорошо это описано. Вара, он просто взял овесту и по овесту разбирал. Дословно, овеста ведь до сих пор не переведена на наш язык, вот на русский язык-то. Только частично кое-что, много там переводов на английский. И вот с английского, что получается? А ведь оказывается, вара это подземное жилище. Это никакая не стена. Имба строил вару. То есть подземные огромные города строились когда-то. И люди уходили под землю от этой беды. И из-под земли арии вышли. И ушли потом на юг. Понятно? Теперь давайте вспоминать. У нас под Томском что? А? У нас целый город пустой под Томском. К чему они говорили? Ну там спецслужбы, в этот город, запихивают провиант, все что угодно для себя. Они думают как-то выжить. И с ними же вместе элита наша. Древние города, вот древние города, ведь современные города, они все стоят там, где как-то стоят древние города. Как правило это место обживается. Но всегда это место живое. Здесь было два города, на этом месте города Томска. Два было города. Один был на берегу, а второй был на Поклонной горе. Но про Томск это отдельная тема. Можете посмотреть Новгородово. Там у него хорошо это сказано. Про эти дела и про подземный город. Но ведь под Москвой маленькая была, маленькая Москва в XII веке, в XI. А под Москвой гигантский город. Кто его строил? Целый зал, многоярусовый. Сейчас посчитают, что под Москвой это пять ярусов. И ниже, еще ниже уходят туда эти самые катакомбы. Но никто не знает, что там внизу. Очевидно, там тоже спецслужбы, так сказать, не пускают. Вы же знаете, там целая служба есть в Москве, в спинелугах, которые лазают в эти катакомбы. Они ужасаются. Там даже животный мир другой. Там крысы чуть ли не с собак лазают. Так вот, вы знаете и слышали, Киев стоит так же, катакомбы. Одессу вы, наверное, слышали. Про Одессу это отдельно и про Керчь. Вы представляете, вот Одесский катакомб, если раскрутить, получается расстояние от Черного моря до Балтики. Это ужасное расстояние, огромное. Но ведь где этот вот материал? Ведь чтобы, ну, я понимаю, вытащить этот ракушечник, там из ракушки-то все, да? Ну, а куда его дели? Ну, говорят, настроение города. Но это очень немного там его ушло, этого ракушечника. А эти катакомбы до сих пор, никто не знает даже конца этим катакомбам. Кто-то ведь их делал. Кто-то для чего-то их создавал. Ведь Одесса, недавно же, она возникла в 19 веке, Одесса, начале 19 века. Представляете, а город какой? На этой пустоте стоит то же самое Керчи. Если там умудрялись целые партизанские отряды воевать под землей, даже не знали друг друга, они там под землей не находили друг друга. Какие же там катакомбы? Так что есть здесь какая-то истина здесь есть. И подземные города, подземные города в настоящее время сейчас оборудуются, опять туда спускаются продукты, и все тихо, тихим сапом элита пытается что себя спасти. То есть они, зная вот то, что я вам говорю, они это хорошо знают, и, в общем-то, я точно знаю, что в Томске так делается. Потому что сам я участник был этих дел в свое время. Только не понимал, почему так они торопятся. Это было еще лет... это до 2000 года было. Но, видимо, они боялись еще и 2000 года. А как бы что ни случилось, потому что в 2000 году переход начался, что в созвездии водолея ярко выраженный переход нашего Солнца. Вот так. Так вот, какую же цифру назвали Майя, и какую же цифру назвали Альмеки? Альмеков календарь найден 2000 лет на 2000 лет позднее, чем... Вернее, этот календарь раньше был написан, чем у Майя на 2000 лет. Вот у Альмеков. Так вот, оказывается, 23 декабря, конец Пятого Солнца, 2012 года. Интересная деталь. 23 декабря, вы, наверное, знаете ведическую нашу традицию, это календарь, это идет цикл, это солнцоворот. С 23 числа начает подниматься Солнце на горизонт, конец зимы. Это символ какой-то. Ведь майя не знали, наверное, они знали, что это солнцоворот, но не знали, что это наш праздник, календарь. Их, очевидно, был свой какой-то праздник, та же, как Альмеки. Теперь дальше интересная деталь. Как раз 12 год, как раз это 11-летний солнечный малый цикл заканчивается. Опять этот год. Видите, совпадает, как интересно. И если инверсия на Солнце вот так вот сработает, то, наверное, будет вот то, что случилось когда-то во время войны Атлантиды и во время войны Арианы. Теперь интересная деталь. Смотрите, ведь в свое время Атланты пытались мир завоевать. Сейчас американцы это делают. Их наследники. Лезут в Ирак залезли. Сейчас у них аппетиты уже сейчас... Америка вся под ними. Вот. У них сейчас аппетиты на Иран. Вот. И вплоть до наших границ. Подбирает под себя ресурсы. Видите, как интересно. Все замыкается и все очень похоже. Так. Я, наверное, вас уморил уже. Вы устали меня слушать. Вот. Но хочу заключение сделать. Вот смотрите. Если такая катастрофа грянет, я не хочу сказать, что 100%. Может быть, расчеты наших математиков неверны. Возможно, наши математики ошиблись. Считая вот по тем правилам, по каким написаны были календари. Может быть. Например, ошибся жрец Берас. Халдейский жрец, который предсказывал гибель нашей цивилизации в 2000 году. Парад планет. Но опять-таки насчет Бераса можно тут сомневаться. Потому что вся история придумана. Все эти Берасы придуманы. Древняя история была написана в средние века. Придумана этими попами христианскими. История средних веков была написана в период Возрождения теми же самыми попами. Мы не знаем настоящую историю. Был ли Берас вообще? Поэтому не стоит о Берасе говорить. Хотя вот я сказал, что вроде он ошибся. Если он был. Если эта ошибка есть, значит, будет, в общем-то, то, что мы имеем сейчас. Ну, а что мы сейчас имеем? Имеем дегенератов. Имеем цивилизацию дегенератов. И эта дегенерация раскручивается все дальше и дальше и дальше. Вот этот хаос, он более страшен. Когда разговариваешь с людьми, они говорят, уж лучше бы катарсис, очищение. Кто-то все равно уцелеет. Вполне нормально. Те, кто не в городах, те останутся. У них есть надежда. А вот то, что сейчас происходит, со временем она коснется всех. Возможно, даже те, кто уйдет в глухие джунгли Амазонки, попытается выжить подальше от социума, бешеного, сумасшедшего. Или в горы куда-нибудь там будут ловить, как врагов, как террористов. Только за то, что ты не хочешь жить по их законам. Вот это страшнее намного. Вот все, что я хотел вам сказать, что силы света, силы все-таки добра, они сильнее эгрегора или этой сущности, так называемой, которая управляет сейчас процессами демографическими на планете. Все-таки очищение какое-то. Либо такое, либо такое должно быть. Вот. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.